Светлые гости на Светлом радио Всем привет, всем привет! Братьям, сёстрам, всем привет! И сегодня в гостях в этой студии действительно просто самый светлейший гость, который мог бы быть в этой студии, Владислав Бондарьков, поэт, автор христианских песен. Да, у тебя свои песни? Барды, брат, да. Барды, да? На Рождество чудеса бывает. Так и у нас сейчас чудо. Наш радиоведущий сидит не на своём месте. Я ему не предоставил такой возможности, потому что он очень светлый, очень хороший, интересный гость и много о чём его можно расспросить, много чего можно узнать. Расскажи немного о себе. Я шучу, что я Библию читаю уже 20 лет. Да? Моя мама уверовала и крестилась в 86 или 87 году. Я уже за давностью дел, не помню точно. И первую свою Библию она купила за половину своей зарплаты, а зарабатывала она по тем временам немало, работая на заводе, имея стаж. То есть это было дорогое удовольствие, но оно того стоило. И эти Библии привозили в Советский Союз тогда ещё контрабандой. И я Библию имел такую весёлую возможность прочесть, когда мне было 12 или 13 лет. Как я шучу, это как раз время бармитсва у евреев, то есть когда мальчик становится мужчиной, становится под закон и сам принимает ответственные решения за свою жизнь. Но сейчас в студии ты почему-то не с Библией, хотя с Библией ты же давно знаком, и такое ощущение, как бы у меня такая картинка, что ты должен прийти, как бы с Библией такой, сел. Но сейчас в данный момент ты держишь в руках гитару, и такое впечатление, что ты с ней просто родился, ты так раз держишь, как будто ты... Нет, это для... это чтобы прикрываться от камеры, вот, чем-нибудь, каким-нибудь предметом таким. Ага, значит, ты не умеешь на ней играть, ты просто... Это легендарная гитара, легендарного нашего музыкального редактора светлого радио, Игоря Садовского. Она здесь живёт постоянно, и в свободное от работы время мы на ней все по очереди дренчим. Ну, правильно. Какое радио без гитары? Действительно. Так значит, ты умеешь на ней играть. И ещё один секрет. У нас на радио практически, но если не все, то точно большая половина – это музыканты, которые умеют играть, играют хорошо. И много. Так что тут мы такие музыкальные все собрались. Всё, рождается прям проект. Нужно собрать всех вас музыкальных в одной комнате большой и сделать хвалые поклонения. А мы собираемся нередко и делаем хвалые поклонения здесь. Ага. Значит, там не хватает только телеканала Синэл, чтобы заснять это всё. Милости просим. Показать всем людям. А гитара? Потому что я хотел песни петь. Мы сейчас здесь накануне Рождества. Не знаю, когда это всё смогут люди увидеть. А пользуясь случаем, как говорят, хочу передать привет. Когда передаешь привет, смотри туда, не смотри на оператора, а то люди не поймут, куда ты там. Ну, всё-таки живой человек, он к себе глазотян. И стихи почитать. Вот тут у меня книжка. Я, конечно, как большинство поэтов, свои стихи помню хуже всего. Мне легче цитировать кого-нибудь, чем... Но вот про снег есть. Хорошо. Прежде чем ты про снег прочитаешь, расскажи, как ты открыл в себе такой талант поэта писать стихи? Это было сложно или легко? Ты просто сел и начал писать? По-моему, только ленивый не пишет в тинейджерском возрасте или там в 17-18. Ясно. Так это у тебя с... А у меня просто, да, детство взыграло и не остановилось почему-то. До сих пор. Нет, уже остановилось, я не пишу несколько лет, но вот даже разродился несколькими книжками. Надо же теперь это всё как-то обнародовать, популяризировать. Да, надо светить, не надо прятать где-то там под стол свою свечку. То есть в данном случае это стихи трый. Зачитай нам. Мой белый снег, мой добрый друг, в последний раз пройду тобою. Я думал, что зима не дуг, а ныне плачу. Что такое? Всему свой век, свои права. Приходит час совсем проститься. Всё принимает голова, да сердце не совсем смириться. Снег стал прохладной водой, А мы становимся землею. Лета проходит, И зимой её опять снега укроют. И кто-то, но уже не я, В такой же тёплый день погожий, По ним пройдёт, И песню сложит Пленённый тайной бытия. Такой немножко грустный стих, Но в тему, потому что сейчас оттепель с них тает. После стиха может быть только песня. Да, давай послушаем. Может, вечер на землю спустился, Может, утро забрежил рассвет, К милой девушке гость торопился, Почтальон от небес в Назарет. Отворились снега на двери, Свет небесный всю хату облил. Из порога привет, А, В, Девушка Мэри, Ей вошедший, Сказал Гавриил. А потом были радости, горе, Рождество и мучительный крест, И людское великое море Возносило тебя до небес, А ты видишь, То ли ясли в пещере, То ли пустую могилу его. Дорогая сестра наша, Девушка Мэри, Что вместила в себе божество. Но все мы часто, увы, иноверцы, Желчий уксус отчаянно пьем. Злом пронзив беззащитное сердце, Как безжалостным римским копьем. Мир воюет, и люди, как звери, Трудно вместе остаться двоим. Но живет и сейчас где-то девушка Мэри, Рядом с сыном любимым своим. Мир воюет, и люди, как звери, Трудно вместе остаться двоим. Но живет и теперь где-то девушка Мэри, Вместе с сыном любимым своим. И я хочу быть таким, ау, ау, отче, Чтоб не прятать от гвоздя глаза. Да исполнится все, чего хочешь, И пусть сбудется то, что сказал. Чтоб в любви жить с надеждой, По вере, благовещенью, Благовещенью сердца в нем ли. Так простая еврейская девушка Мэри Стала матерью Бога земли. Чтоб в любви жить с надеждой, По вере, благовещенью, Сердца в нем ли. Так простая еврейская девушка Мэри Стала матерью Бога земли. Светлые гости на Светлом Радио Я вообще начал играть на гитаре, Тоже очень интересно. По подземным переходам я даже зарабатывал деньги В трубе на Майдане на Зелезности, Когда мне было лет 16-17. Вот была такая история, Я пришел к другу на день рождения, Мой бывший одноклассник, У него уже были новые друзья, Нас тогда жизнь раскидала, Кто-то учился в техникум, А кто-то в институтах, Но мы еще продолжали собираться. Потом, так сказать, время внесло свои коррективы. Я пришел, там сидела компания, Я играл парень на гитаре, Вокруг него все собрались кружком, И меня, как молодежь говорит, Жаба задавила. То есть я понял, Что тот, кто владеет гитарой, Тот, значит, душа компании и все такое. И у меня дома лежала гитара на шкафу, В чехле, благополучно лежала несколько лет. Я в 3-4 классе учился В музыкальной школе по классу Домра. Потом взорвался Чернобыль, Меня, как и многих детей, Услали подальше из Киева, И учительница тогда уже успела купить черниговскую гитару За 16 или 18 русских советских рублей. Вот. Но я так ни одного урока на гитаре еще не взял. Вот. И она лежала. Я пришел тогда домой после этого дня рождения, Достал гитару, Сдул вот такой слой пыли С чехла. И, так сказать, Начал узнавать, Как же ее можно настраивать, И что можно с ней сделать. Вот. Тогда один парень в школе мне дал аккорды. Как оказалось, половина из них неправильных было. Вот. И впоследствии, как бы, Я узнавал, какие аккорды, Какими буквами называются. Вот так я начал учиться. Ходил в подземные переходы, Там, где играют музыканты, И смотрел. Тогда все играли. Болковник Васин приехал на фронт Со своей молодой женой. Это был хит. И вот это была первая песня, Как я смотрел, Как же они там эти пальцы на струны ставят, Как у них так получается все красиво. Мне интересно, открой тайну, Сколько они в день зарабатывают? Вот ты когда, сколько денег? Музыканты? Ну, когда как. То есть здесь, как бы, правил нет. Ну, тогда я вел такую жизнь, Которая, как бы, Оставляла желать лучшего. Вот. И на пропитание, Плюс на табакокурение и пивопитие Мне хватало. Вот. Иногда меня просто оббирали Такие стриженные парни. Вот. Как бы, Они выбирали только крупные купюры. Двое так прижимали грудью к стене, А остальные, там, сколько их было, Там копались. В моем чехле или в зонтике, Когда что стояло. Вот. Такие были веселые времена, Приключения, Жизни на улицах. Ну, когда ты пришел к Богу, Ты уже умел хорошо играть, Уже знал все аккорды. Ну, не все, Ну, как правильно пать. Да, все невозможно знать. Я и сейчас не знаю, наверное, Большую часть аккордов, Но в блатном квадрате, Как говорят музыканты, Играл. Вот ты давно мечтал о концертах Или каком-то таком сделать, Огонек такой, играть. Я тайну открою, Что, в принципе, Любой поэт, Любой человек, Ну, певец, Автор песен, Он огромное удовольствие получает От того, От возможности поделиться этим. Петь на публику, Не важно. Ну, конечно, Ему, чем больше людей его слушают, Тем лучше. Никто не хочет писать в стол, Никто не хочет, Чтобы это все преподало пылью, И чтобы никто этого никогда не увидел И не услышал. Другое дело, Что, ну, там, уровень разный, И сейчас мир атомизирован, Одним нравится одно, Другим другое. Сейчас, в общем-то, Большой выбор, А большинство людей, Мне кажется, Уже не такие, Ну, как бы, социальные, Как раньше. Дома есть интернет, У молодежи есть компьютер, И даже на концерты Я так не часто хожу, Но вижу, Что посещаемость не такая, Как была когда-то, Нет того ажиотажа, Нет даже таких супергрупп, Рокгрупп, Там, которые вот раньше собирали стадионы, Сейчас как-то все меняется, И это очевидно. Да, вот об этом я хотел тебя спросить, Вот, как бы, концерт, Это все равно узкий круг такой, Потому что даже это ограничено территориально, То есть прийти туда не все смогут, И, как бы, охватить всех людей, Ты говоришь, что писать, Никто не хочет в стол себе писать, Никто не хочет прятать, Но, сделав даже концерт, Все равно ты, как бы, Много публики не захватишь, Ты выходишь как-то в других рамках, Не знаю, Вот тот же самый интернет, Пишешь ли ты свои песни, И вылаживаешь ты их в интернет, Либо ты записал альбом своих песен, У тебя, наверное, уже много своих, Именно, авторских песен. Полновесных альбома два, Это один вообще такой домашний, На домашней студии, Они оба на домашней студии записаны, Но второй записал мой хороший друг, Оба, в принципе, Слала Москаленко, Он тоже студийный музыкант, Вот, Первый, это просто акустический альбом, Второй альбом, он уже, как бы, Ну, как говорится, полный фарш, Там барабаны, клавиши, И все такое, Так сказать, Конкурентно способный, В таком христианском ключе. Ну, вот смотри, группа спасения, У них, Они тоже, вроде бы, широко известны, Но я знаю, что у них есть некоторые альбомы, Которые они тоже писали, Вот так вот, Чисто такой семейный, домашний тип, На компьютере микрофоны подключили, И, как правило, Такие песни широко расходятся, Ну, как бы, в массы, Люди любят. В песне, в принципе, я заметил, Что, ну, как бы, В третьем тысячелетии Люди в основном присытились Вот этими всеми Примочками. Примочками и вычищением звука. Конечно, приятно, Когда звук не грязный, Но Высоцкий, Кто еще помнит вообще, Что это было, Были кассеты, Виктор Цой, то же самое, Какие-то кассеты, Десятый, как бы, дубль переписан, Но энергетика, То есть, если это искренность, Если там что-то есть такое в тексте, Что вот твое, Как бы, ты узнаешь себя. В принципе, Самая удачная песня, Это когда есть контакт Со слушателем, Когда слушатель говорит, Слушай, ну, вот, Вот ты так сказал, Вот я же всегда про это думал, А ты взял и сказал. Вот мое, Мое душу, как бы, высказали. Вот это есть, Мы узнаем во всем себя, Человек стоит перед картиной, Художник давно уже отошел С этой земли, Человек пришел в картинную галерею, Он встал, И вот в этот момент что-то происходит, То есть, происходит живое общение его С тем художником, Который там, Левитаном, скажем, Который вот сидел на берегу там Волги И писал тогда. И какая судьба этих двух альбомов, Которые уже у тебя сложились? Ты их записал, Ты их распространяешь, Они у тебя есть на дисках? Они ротируются здесь, На светлом радио, Они есть на дисках один, второй, Куплены на восьмой скорости на компьютере, И потом, если где-то поют, Могу их продать, Кому-то подарить. Сейчас ты можешь сыграть И спеть нам такую песню, О которой мы только что В контексте разговаривали? То есть, та, которая именно твоя, Которую ты можешь сейчас зацепить? Ну, в принципе, любая песня может зацепить ее, Каждая песня есть свой слушатель, Ну, такая искренняя. Да, и маленькая преамбула поэтическая. Ничем не буду я доволен, Ничем не буду счастлив я, Твоей не исполняя воли, Свою, лилея и тая. Во мне страстей бушуют волны, Зияет бездна пустотой, Ничем не буду я наполнен, Когда не полон я тобой. И это видя, это зная, То ложь, то истину любя, Я то живу, то умираю, То для тебя, то для себя. Ветры в степи гонят, Плакаться о судьбе, И лишь теперь понять, Как нужен я тебе, Мне на восходе дня Дух восхитила весть, Ты восхотел меня, Я не случайно здесь, Я без тебя не я, Ты без меня не ты, Нас разорвать нельзя, Как не разлить воды, Твоя любовь моя, Мы ведь друзья, Браты, И я без тебя не я, Ты без меня не ты, И я без тебя не я, Ты без меня не ты, Я не пойму ответ, И это твоя беда, Тише всех моих нет, Ты говоришь мне так, В небе, что выше крыльев, Солнце, что дарит свет, Ты просто так творишь, Но не напрасно, Нет, И я без тебя не я, Ты без меня не ты, Нас разорвать нельзя, Как не разлить воды, Твоя любовь моя, Мы же друзья, Браты, И я без тебя не я, И ты без меня не ты, И я без тебя не я, Брата, Брата, И я без меня не ты, Боже, Я жёг года, Я заблуждался, Но Я же не знал тогда, Что мы с тобой одно, что через жизнь мою обогатился бог и господи я бою камень молчать не смог я без тебя не я ты без меня не ты и нас разорвать нельзя как не разлить воды твоя любовь моя мы же друзья брат и я без тебя я и ты без меня не ты я без тебя я без меня нет светлые гости на светлом радио хорошо несмотря на то что телефоны в нашей студии сейчас замутированы но все равно в студию светлого радио мануил поступают вопросы вот и один из таких вопросов принципе которая задавал просто ты на него корректно может так не ответил как ты покаялся как ты пришел к богу у меня был переломный момент как я уже сказал я с 12 13 лет прочел библию от корки до корки и конечно это взорвало мое сознание почему-то особенно тогда меня коснулись истории царей судей то есть для древние времена какие-то перипетии и это я уверен это сыграло свою роль это запало мне в сердце но путь мой был очень длинный мама ходила в разные общины мы переезжали и она всегда молилась обо мне я уверен и всегда как бы говорила сынок пойдем в церковь все у меня были друзья настало такое время подростковое когда хочется ну не знаю чего хочется хочется чего-то сам не знаю чего как говорил домовена кузя половички что ли снегом потрусить вот и порой бывало так что друзья меня встречали мы уже в воскресенье шли в церковь с мама меня упрашивала целую неделю и вот меня встречает компания друзей игоряда поехали с нами там в бар или еще куда-то я горю мам извини труба зовет и она ну как же так ты же мне обещал вот но все таки когда мне было 20 лет в жизни произошли определенные такие события которые принесли разочарование в себе в людях в дружбе в отношениях вообще можно сказать в человеке как как он есть в основном так сказать представлен окружающими меня и мною и я взял библию почему-то только библию ехал в село это мои святые места там где-то один да может уединиться там где я проводил каждое лето и ну да для меня это что-то о чем даже в словах трудно сказать и я месяц сходил просто с библией читал и вот тогда меня коснулись слова записаны в евангелие от матфея 11 главе придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас я как-то это прочувствовал как именно призыв христа лично ко мне и в один прекрасный момент не то чтобы может не прекрасно я думаю что момент был вот это вот это то то время когда вы единение просто читал евангелие вот мне кажется что это был какой-то либо момент но вообще мой момент он растянут на годы обычно шутят говорят что есть павла есть тимофея у павла как будто бы был такой момент когда он встретил христа по дороге в дамаск у тимофея он с детства знал священное писание его бабка и мать были вроде бы как христианки и поэтому он был наставлен вере в учении в писании ну был момент может когда павел его обрезал опять-таки ради иудеев чтобы но он был годен как помощник во всех планах служения вот то есть я скорее наверное тимофей чем павел и семейный человек у тебя есть жена да скажи немножко с 8 у меня прекрасная жена творческая вот и мы с ней так сказать по любви и взаимным интересам соединились она были знакомы она поет она пишет песни и песни тоже есть ли братации на светлом радио и группа кроки это наши подруги хорошие они брали ее песни в свои альбомы ну вот ну и вообще она у меня очень умная она закончила университет она корректор то есть дети у тебя всесторонне талантливо у меня трое детей меня сын недавно родился сейчас такой маленький лукьян вот он уже активно так сказать бегает в ходунке и и ползает без ходунка но тебе совсем немножко осталось до числа семья до до семьи до еще двое детей и будет семья как ее понимают современные христиане в своем большинстве ну что ж дорогие телезрители и радиослушатели эммануил мы с вами прощаемся до встречи в этой неординарной и необыкновенной программе который ведущий засекреченный ну вы можете его опознать по внешним признакам ты обязательно должен услышать единственную в украине музыкальную fm радиостанцию уникального формата авторские программы ток-шоу в прямом эфире новости программы для детей и проповедь слова божьего радио эммануил объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям регулярно посещаются детские дома и интернаты эммануил значит с нами бог вы мне виновили життя просто вы знаете не могу вырваться если ты не в киеве и киевской области слушай нас через спутник сириус 4 или через официальный сайт радио эммануил даби 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 . светло.орг твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома принести надежду и радость миллионам людей стань частью нашей радиокоманды